Терновирус в республике выявлен, профилактика усилена, в Чувашии введен режим повышенной готовности, запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия. Школьные каникулы планируют продлить. О том, какая еще работа по защите от COVID-19 проводится в Чувашии, расскажет мой коллега Дмитрий Ковалев. Дмитрий, тебе слово. Да, здравствуйте, Татьяна. И действительно, работа по предотвращению распространения заболевания в Чувашии усилена. И вот, как мы видим на экране, лишь некоторые примеры. В центральной городской больнице Чебоксар разделили потоки посетителей, а в коридорах установлены аппараты для обеззараживания воздуха. В школах последние дни учебы организована тщательная дезинфекция помещений и проветривание. Обрабатывать начали и троллейбусы. Наша съемочная группа сегодня в этом убедилась. После смены заезжают в депо, проходят по канаве, сперва их моют, значит, а потом обрабатывают хлорной, трехпроцентной хлорной известью. Значит, хлорная известь готовится в течение не менее 15 минут. После этого наши уборщицы протирают в салоне поручни, сидения. Значит, и потом, если сидения тряпичные, мы просто обрабатываем их пульверизатором, чтобы сидения не были сырыми, готовим хлорную известь сами же. Ну, и наши мочицы потом наливают пульверизатор и также обрабатывают полы, перегородки. Ну, вы же сами уже, наверное, ездили в троллейбусах, уже чувствуется запашок хлорный. Тань, а ты почувствовала хлорный запах в общественном транспорте? Я сегодня доехала на машине до работы, поэтому запах, конечно, я не почувствовала, но я уверена, что дезинфицировать обязательно нужно. Да, это на самом деле просто необходимо. Вот, к примеру, у меня с собой всегда теперь есть спиртовая салфетка, и я ее обрабатываю руки, а еще сотовый телефон и ключи. Да, кстати, мне тоже надо. Еще я думаю, что обязательно нужно ограничить общение с большим количеством людей. Я, например, в последнее время кроме работы больше никуда не хожу. Ну, действительно, так делают многие. Вот, к примеру, главные вузы республики перешли на дистанционное обучение. Каково это нам рассказала студентка? В данный момент мы обучаемся дистанционно, это значит в онлайн-режиме. У нас только что прошла лекция по социологии на тему социологическое понимание культуры. Преподаватель, как и обычно на лекциях, объяснил нам тему. Мы могли задавать ему вопросы, записывали лекцию. Но я считаю, учиться в онлайн-режиме тоже хорошо, но было бы еще лучше ходить в университет каждый день и посещать занятия. Я скучаю по своему университету, хочется быстрее на занятия. Вынуждены скучать и работники некоторых предприятий республики. Вот, к примеру, сегодня личный прием граждан ограничили судебные приставы. Жителям рекомендуется для получения информации пользоваться сервисом банк данных исполнительных производств на официальном сайте, обращаться в письменной форме или через интернет-приемную. Дима, а что насчет пустых полок в магазине? Ты себе уже что-то закупил? Нет, не закупил, но планирую. Риск остаться без сахара или, к примеру, гречневой крупы все же есть. Сегодня представители народного контроля прошли по супермаркетам города и проверили наличие товаров первой необходимости. Распродали гречку. К сожалению, к такому ажиотажу, естественно, неодносительно верно не приготовился. Буквально всплеск вошел на днях. Но гречка едет, все приедет в магазин. Сегодня? Может быть, сегодня вечером доедет, может быть, завтра будет. В магазинах все есть. Но видела, что как пенсионерки закупались, мешками таскали, но мы не покупаем так. Мешки чего? Сахар брали, я видела. Крупы. Ажиотаж начинает потихоньку спадать, но тем не менее на полках товары первой необходимости – это крупы, сахар, соль, гречка. Мы их в отдельных супермаркетах на наших полках не увидели. В одном из супермаркетов цены на некоторые товары первой необходимости завышаются. Драматизировать не нужно. Работает система поставки. Она корректируется. И, как нас заведующие заверили, в ближайшие 2-3 дня все встанет на свои места. Дима, я знаю, что к продовольственной теме тебе есть еще что добавить. Да, есть. Дефициты продуктов питания и повышение цен в республике не предвидится. Как формируется продовольственный запас республики, сегодня проверил временно исполняющий обязанности главы Чувашия. Наша съемочная группа сопровождала в этой поездке Олега Николаева. Теперь охрана этого завода следит не только за порядком. Каждый, кто проходит через турникеты, обязан протереть руки антисептиком. Профилактика превыше всего. Правила, которые должны соблюдать все. Они быстро выставлены, потом уже все остальные. А все остальные тоже? Все, 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 все. Вы обработали? Мы их провели даже градусниками. Все, да, они чуть пораньше приехали. Визит на предприятие инспекционный. В последние дни социальные сети заполонили фото с пустующими полками в магазинах. Расчет на доверчивых покупателей, которые опасаются повышения цены дефицита продуктов. Временно исполняющий обязанности главы региона призывает не паниковать. Розничные сети находятся на постоянном контроле правительства. Олег Николаев отметил, что оснований для ажиотажного спроса нет. Объемы поставок в торговые точки не сократились. Кто-то, скажем, не очень добросовестный игрок подогревает вот это, скажем, паническое настроение. Со стороны юридических лиц производителей и макаронных изделий, и хлебопулочных изделий спрос сохраняется на прежнем уровне. Ситуация в целом стабильная. Мы смотрим, что на самом деле запасы у нас достаточные. Через увеличение выпуска, через организацию работы в две смены, а если нужно даже готово и в три смены организовать выпуск крупы, то мы обеспечиваем необходимые объемы поставок в розничную сеть. Только в Закарамах чуваш хлебопродукта, запасов зерна порядка 30 тысяч тонн. Даже в случае увеличения спроса предприятие сможет обеспечивать республику на протяжении двух месяцев пшеничной мукой, ржаной полгода. Среди постоянных заказчиков завода хлебопеки и кондитеры. Цены мы не повышали. У нас произошло плановое снижение стоимости муки 500 рублей на тонну. В связи с тем, что немножко подешевело сырье. Боксарский элеватор перерабатывает ежедневно 500 тонн зерна и вырабатываем порядка чуть больше 400 тонн готовой продукции. Готовая продукция заключается в том, что это мука шести сортов. Также вырабатываем манную крупу, пшеничную крупу, ячневую крупу, перловую. Ну и еще зародышевые хлопья, отруби. Это уже для кормовых целей. Сейчас крупы товар ходовой. Если понадобится, то производители продукции готовы отреагировать на повышенный спрос и перейти на двухсменный режим работы. Главная задача для регионального минсельхоза – не допустить дефицита в торговых сетях. Мы формируем совместно с федеральными сетями реестр продуктов питания, которые необходимы сетям. Если этот товар им понадобится, начнут покупать без процедуры закупок, которую они обычно проводят, то есть прямыми договорами. Нарастить поставки в торговые сети готовы не только мукомолы. Чувашия обеспечена с лихвой овощами, молоком и картофелем. В правительстве призывают доверять только официальным источникам информации. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова